И всем привет, ребят, с вами Старбаки, с вами записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен открытию долгожданных контейнеров на моем первом бездонат аккаунте. Как вы знаете, контейнеры я на этом аккаунте, как правило, открываю тогда, когда у меня количество ддшек становится супер маленьким. Ну и на сегодняшний момент времени у меня начались проблемочки с этими ддшками 606 дд. У меня на сегодняшний момент времени и сегодня мы вместе с вами откроем долгожданные контейнеры. На момент записи этого видеоролика у меня накопилось практически 500 обычных контейнеров, сотка ультракантов, ну и 12 недельных контейнеров. Все контейнеры мы откроем, так как конвертация у нас уже прошла, это значит, что буквально через несколько недель у нас должны уже, по идее, в игре появляться ключи. Ну и сегодня будем делать это замечательное открытие. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте установите личный тег-тег-темп. Дальше оформляйте покупочку в магазине. Ну и забывайте форму, которая есть в описании. Ну а мы вместе с вами приступаем к открытию сначала обычных контейнеров. Откроем заветные 478 обычных контов. К слову, у меня было где-то около 300 тысяч кристаллов. Заодно посмотрим, сколько кристаллов у нас будет после этого открытия. И также посмотрим, сколько ддшек у нас будет после этого открытия. Так как ддшек у меня было около 600. Систа аддшки на сегодняшний момент времени являются супер приоритетной вещью для этого аккаунтика. Ну и надеемся на то, что с обычных котов упадет как можно больше кри. Хоть мне не сказать, что супер сильно нужны кристаллы сейчас на этом аккаунте. Так как я уже по сути все, что я хотел, прокачал. Но в любом случае, если надропает какой-нибудь там лямчик, может быть больше. Я скажу, что это очень и очень хорошая, вкусненькая прибыль. Так, по десяточке нам потихонечку насыпает. С фиолетовых свечений у меня, если честно, вроде как еще дроп здесь даже оставался. Мы можем даже сейчас зайти посмотреть. Ну вроде как предметы у меня здесь еще оставляют. А, даже еще в синем остаются. А, нет, в фиолетовом нету. В синем есть. Ну и в золотом у меня тут, конечно, еще и устройство есть в большом количестве. Ну не в супер большом, конечно, но в большом. И красок здесь еще, конечно, достаточно. Так, ну а кристаллы потихонечку плюсуются. Надеемся на вкуснейший дроп с ультракантов, потому что вы знаете, что на этом без доната аккаунтики у нас вкусные свечения. Постоянно есть, да, поэтому я на красное очень сильно надеюсь. Ну и надеюсь на то, что вам не сильно фонит пылесосин, который там где-то работает. Поэтому, если что, вдруг за это тоже извиняюсь. Так, падает у нас первое золотое с подавляющим полем на рикошетик. В принципе, тоже очень и очень неплохой дропчик. Дальше. Что же у нас будет дальше? Что же у нас здесь дальше вкусненького? Вкусненького пока что больше ничего мы не видим. Но выбить здесь 3-4 золотых свечения, я скажу, что было бы очень и очень неплохо. 3-4 золотых, и я был бы очень сильно рад. Даже с красками. Даже с красками будет неплохо, но лучше, конечно, наверное, с какими-то интересными устройствами, которые мы бы могли потом протестировать. Потому что у меня на этом аккаунте есть устройства, которых нету даже на основном АКе. Да, по типу там рельсы на дальность, по типу Скорпиона с копьем. Да, есть такие интересненькие устройства, которые на основной аккаунт мне не дропнули. Да. Поэтому их тоже можно периодически выкатывать и давать суперконтентика. Но мы ждем золотое. Еще одно второе. Золотое. И это разрывные снаряды на смоку. Это смока со сплэш-уроном. Ну, не сказать, конечно, что это супер какая-то лютая имба. Но в любом случае тоже пойдете, пойдете, пойдете. Можно тоже тушануть на ней контентика. Так, что же у нас будет здесь дальше интересного? Что же у нас здесь будет дальше интересненького? Синее. И еще одно синее. Когда у тебя в обычных контейнерах есть какой-то дроп, то даже обычные конты интересно открывать. А вот когда здесь никакого дропчиков, кустникова нету, опа, еще одно золотое, то уже строгая погрузочка боеприпасиков на гробчик падает. Вкусно, вкусно, вкусно. Два новых устройства. Это очень неплохо. Так. Ну, и это получается уже третье золотое, которое нам падает. Три золотых свечения. Неплохо. Пробую выбить еще два. И тогда я скажу, что это будет вообще бего супер крутой результат. Бего супер крутой результатик. Еще бы золотое? Нет, к сожалению, два синих в ряд. К сожалению, два синих в ряд. Так. И что тут у нас? Что тут у нас интересниково? Хорошо. Нет, не очень хорошо. Падает десяточка в кустик. Кстати, последнее устройство, которое у меня было в синем свечении не выбито, тоже мне упало. Тоже неплохо. Так. Ну, и опять синее на концовочку. 500 контейнеров накопилось на этом аккаунте довольно быстро. Да и вообще, в принципе, контейнеры стали в последнее время как-то копиться максимально-максимально быстро. Раньше как-то так контейнеры не копились. Сейчас у меня прям, ну, за супер короткий период времени накапливается там по 500, по 700 контов. Да, потому что их отовсюду можно получать. И ежедневно с магазина, и с ежедневных миссий, с недельных миссий, с супермиссий, с челленджа. Да, то есть они, если ты покупаешь боевой пропуск, они просто летят космически. Да, там за месяц можно 500-700 контов спокойно заформить. Ну, и это понятное дело, что с точки зрения прокачки твоего аккаунта, это очень-очень прибыльная вещь. Особенно вот, например, на моем бездонате втором аккаунте. Там за счет контейнеров, ну, просто лямчик плюсанул. И я считаю, что когда ты можешь лям с контейнеров поднять, это очень-очень хорошие цифры. Так, что же у нас здесь? Здесь у нас все по старой схеме. Пока что у нас было сколько? Три или четыре золотых свечения? Уже, если честно, немножечко сбился со счета. Вроде как три. Вроде как три золотых было. И нет. Переходочки у нас нету. Сколько у нас остается? Еще сотка! Еще целая сотка. Так, и я краем глаза заметил, что у меня 90 тысяч кристаллов уже. То есть мы до лямчика точно здесь по кристаллам долетим. Это очень и очень неплохо. Открываем дальше. Смотрим, что там нам упадет еще интересненького. Что нам дропнет еще интересного? Падает еще сотка ремок. Суточка ремочек. ДДшек бы лучше, попадало бы побольше. Побольше бы ДДшек. Я был бы больше рад, что мог бы на кризисе просто опять пережимать эту расходку. У меня всегда на этом аккаунте, когда заканчиваются припасы, я начинаю экономить ДДшки. Когда припасов, ну там где-то около 10 тысяч ДДшек, то я просто там эту кризисную темочку пережимал его. Два, три, два, три, два, три. То есть эту расходку жмешь просто в салат. Даже не думая о том, сколько у тебя ее имеется. Поэтому побольше бы ДДшек надропало. И я был бы очень сильно рад. Два раза по десяточке вкусненькой падает. Тоже неплохо. Но было бы неплохо, если бы еще бы дропануло что-то. Дропануло бы еще что-то вкусненькое. Нет. Ну и у нас по сути уже, наверное, последние пяташечки остаются обычных контейнеров. Дальше откроем недельные. И потом начнем открывать ультраконты. Ультраконты там уже будет прибыль. Да, вот и все. Обычные закончились. С ультра у нас что тут есть интересного? Ооо, здесь только не вулкан. А то я вулкан уже выбивал. Вулкан не хочу. Не хочу я эти устройства видеть на своем аккаунте. Так, открываем 12 недельных. Забираем здесь недельных тоже. Баблишка. Сколько у нас здесь танкойнов с 12? 96. Неплохо. Ну и все. Открываем сначала старые ультраконты. Лямчик 100 у меня, кстати, есть. Уже неплохо. Но мы ждем красное свечение. Нам очень сильно необходимо красное свечение. И оно падает сразу. Сразу красное. Сюда. Сюда. Но это самое визущее, только без вулкана. Охотничьи дуплет. Сюда. Контактичек. Это офигенно жесткое устройство. Это мега сильное устройство. И оно, как я вот в начале видоса сказал, что у меня здесь на этом аккаунте есть устройства, которых у меня нет на основе. И еще одно устройство, супер сильное, падает именно на этот первый без донат аккаунт. Супер. Шикарно. Просто бомбически. Я очень сильно рад, что у меня появляется вот настолько сильное устройство, потому что я его только недавно тестировал на мега донате. Что оно творит? Теперь есть стимул и интерес протестировать это устройство уже в рамках, ну, моего аккаунта. Да, то есть не технического акка, а моего акка. Если хотите увидеть, давайте, ребятки, долбанем 150-очку лакозавров. Пишите также в комментариях, чтобы я как можно быстрее его протестил. Ну, и варвивом сделаем, сделаем эту грядечечку, сделаем этот контент. Супер. Первая пяташка, сразу красное свечение. Ну, я, ну, всегда уверен, что на этом аккаунте падают красные. Всегда они дропают. Всегда падают эти вкусные. И добавочку красное. Но было бы супер сильно, если бы у меня еще бы второе красное упало бы. Второе красное я был бы очень сильно рад, да. С, например, викингом на драйвер. Второе красное с викингом на драйвер. И я бы сказал, что это вообще просто лучшее открытие за последнее время контейнер. Оно и так уже очень крутое, да, что мне упал не вулкан с этим, как он называется, с пробитием. А упал охотничий дуплет, потому что охотничий дуплет это контент лютый. Так, ну и все. Остается у нас ластовая открывашка. Тут уже малых здесь контейнеров должно быть, по идее, да. Здесь уже быстренько они заканчиваются. Или же нет? Нет, а нет, быстро, да. 14 вроде как контейнеров. И все. Так, и остается еще 29, грубо, 2 пятнашки еще есть. Но здесь уже охотничьего дуплета нету. Здесь есть скины. Ну, главное, чтобы не эти устройства. Потому что эти устройства, это вообще шляпа полная. Лучше уж тогда без красного свечения, чем мне вот эти устройства упадут. Потому что с устройствами я буду больше в тилте, чем с прибылью. Ой, красное, да? Ой, красное сюда. Нет, золотое. Золотое. Ну, фиолетка на 13 там выглядела вкусно. Фиолетка на 13 там выглядела очень вкусно. Так, ну и здесь 14 контейнеров ластовых. У нас 14 ластовых контов. И с фиолетовым свечением заканчивается. Вот так вот. Вот так вот. Красное свечение дропают по вкусненькому. Вот так вот падают. Лучшие устройства на этот аккаунт падают. Чтоб вы понимали, из контейнеров я в свое время здесь выбил рельсу на дальность. Да. В свое время я здесь выбил... Что я еще здесь выбил? Были еще устройства вкусные. А! Выбил суперсоленоиды. Выбил... На шафта я не помню. Ну, наверное, типа лечение это ладно, типа такое. На магнум паджок выбил. Тоже суперсильное устройство было в свое время. То есть, ну, здесь супермного вот таких вот интересных устройств. Копье тоже. А, нет, копье я получил с этого, с ивента. Ну, в любом случае, тоже уникальный устройство. Штурмовую кассеточку. Не помню. Тоже, наверное, с ивента получил. Ну, и теперь есть еще охотничий дуплет. Блин, круто. Реально очень круто. Что здесь появляется такое сильное, интересное устройство. И теперь можно будет с ним давать тоже плотного контентика. Пишите, что вы думаете по поводу этого всего дела. Надеюсь, что вы рады за меня. И надеюсь, что вам с контейнеров тоже сыпануло что-нибудь вкусненькое. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok